Друзья, всем привет! Хочу вам показать, как действуют мошенники сейчас на LX и насколько они сейчас стали продвинуты. Их уровень действительно очень высок. Возможно, это видео кому-то спасет деньги или вашим знакомым, вашим близким. Итак, рассказываю историю. Два дня назад я захотел купить смартфон на LX и пишу продавцу. Добрый день! Можем оформить сделку LX. Кто не знает, сделка LX это когда вы платите и деньги остаются на LX, пока вы не заберете товар. Если товар вам не подходит или он не такой, как заявлен, вы можете его не забирать. LX вам возвращает деньги. Сейчас это популярная функция и действительно она может обезопасить от некачественных продавцов. Я пытался позвонить, он не взял трубку. Это меня насторожило. И потом я решил с ним пообщаться здесь в чате. Он, видите, можете прочитать, что он пишет, что коробка-зарядка есть. Он это написал. Я говорю, можете оформить безопасную сделку. Я показываю, как она выглядит. Вот его объявление. Здесь нет кнопки безопасная сделка. Я ему показал, что должно быть вот так. Купить с доставкой, это значит по безопасной сделке оформить. Он пишет, сейчас напишу поддержку и спрашивает, есть ли у меня Viber. Я сказал, окей, Viber. Переходим общаться в Viber. Вот, собственно, он мне пишет. Я с LX. Как ответят, отпишу. И вот смотрите, что ему ответила компания LX. Мы рассмотрели ваши жалобы, вынуждены сообщить, что на данный момент услуга LX доставка для вас работает в ручном режиме связи. В связи с техническими неполадками. Ну, собственно, окей. Вот, что мне ответили. И вот, что ему на LX. Мы получили ваше обращение в службу поддержки, вот такой-то идентификатор. Ваш аккаунт был переведен в ручной режим. Сервис LX доставка сроком на 18 дней. И причиной может быть недавняя регистрация, низкая активность. Что низкая активность, мне кажется, бред. Полный ограничение со стороны новая почта в вашем регионе. Но, если присмотреться, я вот сразу же вам показываю. Вот, не знаю, видно вам или нет на экране. Вот здесь текст. Видно, что вырезали в фотошопе, потому что видно немножко серые такие полоски. И текст был совсем другой. Но это как бы мало кто это заметит. Но я это заметил, и меня это насторожило. И вот он говорит, понятно, почему я не могу включить. Сейчас оформлю. И он мне присылает ссылку. Вот, все работает. Заказывайте. Я перехожу на этот сайт. Сайт LX доставка. И здесь все как положено. Введите данные доставки, оплатите товар, получите товар на новая почта. Вот, есть объявление. Есть этот Антон, который продает. Можно перейти на это объявление. Сейчас оно не открывается, потому что оно заблокировано. Но тогда оно открывалось. И знаете, очень тяжело к чему-то вообще придраться. Но, если посмотреть информацию о доставке, она не открывается. Оплата. Она не открывается. Это уже я потом заметил. Сначала я этого не заметил. Ну, давайте дальше. Вот, все работает. Заказывайте. Я ему сказал, да, завтра оплачу. Деньги нужно докинуть на карту. Я как бы понимал, что это какой-то развод. Я написал на горячую поддержку LX. Не нашел их горячую линию. Пытался позвонить, но не нашел. Потому что поддержка. Там написано, что в течение суток они дадут ответ. Но уже двое суток они не дали ответ. Я даже позвонил на новую почту. Но на новой почте сказали, это вопрос к OLX. Вот. На следующий день он спрашивает, ожидать ли оплату. Я пытался тянуть время, чтобы дождаться ответа от OLX. Вот. Я на мероприятии и говорю, что вечером. Вот. Он хотел якобы мне до весьма вечера отправить. Я пишу, окей, я успею. Потом я думаю, ну, раз он так настаивает. Я говорю, давай, присылай мне. Вот здесь я голосовой отправил. Говорю, присылай мне номер карты. Я оплачу тебе на карту. Да. И, ну, я подумал, что он побоится. Потому что все-таки банковские данные. И там, ну, есть вероятность вернуть деньги, если я оплатил мошеннику. Да. Но не всегда это есть. Но иногда это можно сделать. Но, тем не менее, он настаивает, чтобы я оплатил по той же ссылке. Я говорю, давай карту оплачу. Окей. Мне присылает какую-то карту. Некая Беляева Александра Александровна. Может, это его подельница. Не знаю. На карте видно, что есть уже 40, больше 40 тысяч гривен. То есть, они, наверное, уже, ну, достаточное количество людей развели. Так, я проверил эти реквизиты. Действительно, Беляева Александра в гугле ничего особого я не нашел такого. Ну, что это мошенница. То есть, скорее всего, это свежая информация. У них еще не успели люди пожаловаться. Вот, собственно, я это делаю. Я говорю, уже вечером я ехал на подводную охоту. И я уже устал от этого. Я говорю, окей. Я жду ответ от поддержки OLX. Он написал по поводу. И видно, да, что пару часов он не отвечал. Ну, потом он уже понял, что я его раскусил. И пишет, завтра телефон продается другому. Два дня мозги мне... Ну, вы можете прочитать. Да, я ему написал, разводи лохов. Он мне отвечает, я думал, ты лох. Просто на вас не написано. Ну, то есть, он уже начал проявлять свою сущность. И тут уже понятно, что это за человек. Ну, я ему написал, что сайт склепал, думаешь, прокатит. Ну, он говорит, прокатит. Ну, короче, бла-бла-бла. Я, конечно, перед тем, как это все раскусить, что мне помогло? Да. Ну, во-первых, я зашел на этот сайт OLX доставка, ну, именно в корень. И посмотрел. Да. Но здесь меня ничего не насторожило. Почему? Потому что, посмотрите. Но реально, это оригинальный OLX. Здесь тяжело придраться к чему-то. Но если вы пытаетесь куда-то перейти, вот смотрите. Не найдено. То есть, это просто главная страничка скопирована. Но все остальное это фейк. И этот сайт OLX доставка, это тоже фейк. Но, опять же, не все настолько внимательно могут это все смотреть. Поэтому я записываю этот ролик. И я надеюсь, что этот ролик поможет кому-то сэкономить. Поможет не потерять деньги. Поделитесь этим роликом со своими близкими, знакомыми. И если кто-то знает, как закрыть этот сайт OLX доставка, то давайте вместе этот сайт закроем, чтобы как можно быстрее прикрыть этих мошенников. Я не знаю, может быть, в киберполицию как-то пожаловаться. Если есть какие-то идеи, давайте это сделаем. Потому что таких людей, мне кажется, нужно наказывать. Всем OLX, кстати, до сих пор мне ничего не ответили. Хотя, мне кажется, это их прямая задача как раз решить эту проблему. Всем хорошего дня и будьте внимательны. Субтитры сделал DimaTorzok